здравствуйте уважаемые друзья огородники сегодня мы с вами конечно несколько запоздало поговорим про полив парника именно в парнике у меня находятся перцы им в отличие от томатов нужно больше воды соответственно в отличие от того же от той же теплицы где сидят у меня томаты мы будем с вами располагать на каждую грядку две либо капельных ленты либо трубы поли тег с отверстиями верхней части многие задают вопросы сколько это все хозяйство стоит я всегда как бы делая любой например проект составляя спецификацию и там уже можно легко обсчитать что сколько и какое кризиса необходимо какая будет цена значит вот два варианта то есть мы с используем трубы полиэтиленовые поли тег и трубы используем вместо труб капельную ленту хочу рассказать про плюсы и минусы этих двух вариантов значит первый вариант он получается немножко дороже то есть вот я все просуммировал эти спецификации если вам нужно я дам ссылку то есть вы можете скачать допустим можете добавить свою финг конфигурацию какую-то сделать например эту грядку больше меньше потому что у кого-то теплицы идут длинные у кого-то короткие далее и далее и соответственно вас цена будет считать чтобы вы знали как правильно это каждый и каждая деталь называется потому что зайдя прихожу магазин со техники постоянно слышу как покупатели спрашивают мне вот такую вот на штуковину с такой загогулиной то есть чтобы не быть таким покупателем соответственно вы все четко говорите по номенклатуре и продавщицы или продавцы они будут очень вам благодарны за то что вы говорите четко ясно сколько точно мерить в граммах вернемся значит нашим чертежам первый вариант трубы поли тег получается немножко подороже то есть цена у меня получилось 1520 рублей это цены буквально вот я делал получается 20 07 то есть 20 июля с капельной ленты у меня получилось 1311 то есть разница получилось там в копейке то есть грубо говоря там 200 рублей какие плюсы применения трубы поли тег минус я только назвал один то есть это цена но 200 рублей это не так уж как говорится и дорого ну и необходимо выполнить дополнительный монтаж то есть мы после того как прокинули с вами трубу мы должны верхней верхней части трубы почему верхней объясняю еще раз потому что ежели вы сделаете в нижней части то у вас будет вся вода вытекать через нижние первые отверстия а до последних добегать ничего не будет вдаль в данном случае когда у вас отверстие выполнены верхней части трубы у вас труба является таким коллектором то есть маленький мини сосудом и она вся полностью будет наполнена водой то есть нужно необходимое минимальное давление чтобы вытолкнуть эту воду из верхних отверстий стоишь таким образом получается более-менее на равномерное распределение я сверлил их примерно 2 миллиметра шагом 300 миллиметров но тут смотрите каждый как хочет так и вытворяет почему потому что все зависит от того какой у вас насос какое давление то есть все здесь грубо говоря зависит от расхода системы и от давления системы я здесь немножко исхитрился и решил сэкономить потому что вот фитинги вот флрк 16 они стоят например сейчас я вам скажу вот всего 70 рублей ежели вы будете здесь ставить какие-нибудь краны то краны сейчас очень подорожали они стоят порядка там 300 там 400 рублей начиная с диаметра там 15 а вот здесь нам необходим до его 15 диаметр я поставил вот эти фидинги во первых это пластик во вторых пластик значит они будут долговечный но они признаначены у нас с вами для полива то есть здесь вот как как он выглядит то есть если вы посмотрите то есть это у нас идет резьба наружная 1 2 дюйма здесь у нас идет с вами специальный штуцер для присоединения капельной ленты но в данном случае я его использую их используют для того чтобы время от времени когда смотрю что что то как то у меня труба перестала там бежать мульчу открываю там разгребая смотрю чудо расходку это небольшой я открываю вот эти вот краны и вся грязь у меня которая там осела по каким-то причинам там бывает что муравьи могут гнездо свить это все было там могут и слизники и залезть его вовнутрь все это как бы все продувается все водой вымывается и собственно говоря эта система не нуждается фильтрации то есть так скажем не нужны на фильтр там грубой там всякой очистки почему потому что если появляется фильтр то его периодически надо очищать а выкручивать откручивать это как говорится не такая уж и сложная процедура но времени занимает она достаточно большое количество далее уже шланг резиновый здесь как бы все элементы подписаны вы посмотрите я вам чертежи оставлю их pdf и кому надо в автокаде и поставлю эту спецификацию чтобы вы уже могли сами для себя сконфигурировать свою систему немножко повторяюсь ну и далее здесь идет шланг ну шланг либо мы цепляем к насосу который качает из колодца что не есть хорошо потому что мы должны перца не теплолюбивые растения там и да и вообще все как бы растение рекомендуется хотя бы поливать той же водой 18-20 градусов а если будет она вас еще и тепленькая градусов там грубо говоря 40 то ваше растение только от благодаря вам большим и хорошим таким урожаем здоровым урожаем собственно говоря по этой системе все то есть все элементы подписаны и я вам покажу видео как это все я собрал а еще сказал про насос либо мы можете подключить к емкости которая у вас либо находится на какой-то высоте либо в этой емкости будет стоять насос почему я не ставлю не емкости и вот эти вот именно евро кубы на высоту была у меня задумка задрать их там на метра два три чтобы был хороший напор но я посмотрел во первых пластик этот пропускает свет пусть не как стекло но до 100 количество которое для достаточное то количество которое достаточно для образования водорослей и потом у вас бак в течение лета покрывается таким неприятным слезливым налетом я конечно буду это все хозяйство переделывать потому что баки надо будет промывать да и для этой системы тоже особенно с капельными лентами это чревато что может все засориться поэтому либо я его буду чем-то обшивать либо каким-то материалом закрывать но про это я подумаю это испытаю если будет положительный результат я обязательно сделаю ролик для своих так скажем подписчиков вот почему я бак не ставлю во первых затраты если вы посчитаете металл там допустим какие-то опоры надо будет деревянные там стальные что дерево что металла но в принципе сейчас и удовольствие не есть такое что дешевое я выбрал для себя самое простое поставить бак на землю и насос использовать конечно это чревато тем что нужно подводить электричество и так далее и так далее но лучше я поставлю насос и подведу электричество чем я буду городить вот эту всю емкость а потом ходить и думать как мне все это хозяйство промывать потому что видел я ставь поставили тоже вот многие знакомые эти баки для душа ну и что со временем осадок то есть мыть надо как-то все это хозяйство необходимо промывать с водорослями как-то бороться то есть какую-то использовать химию пока я про это я в этом не сведущ как узнаю с вами обязательно поделюсь переходим второму варианту второй вариант все тоже самое только здесь мы устанавливаем фитинг флрк 16 здесь у нас были просто сами отвода тройники и здесь пропускаем капельную ленту такой вариант я не пробовал я все использую с трубами потому что у меня труба идет вода достаточно идет такого нехорошего качества то есть много в ней железа с ними буду бороться с помощью компрессора как если получится все нормально я всем все это хозяйство расскажу вот собственно говоря получилась цена на полив из трубы политек 1520 рублей применением с капельной ленты 1311 но с учетом наших скачков долларов так скажем у нас я чувствую что эти цены поменяются но в любом случае разница будет небольшая плюс еще какой-то чей минус для данной системы что с применением капельной ленты во первых необходимо будет все-таки сделать лучше конечно чтобы капельная лента работала под большим давлением чем данная система у меня например сейчас вот я вот буквально вот неделю назад собрал все-таки поставил в этот свой бак который у меня этот еврокуб и с помощью поднял его на два фундаментных блока высотой и принципе этого давления достаточно чтобы этот бак у меня порядка порядка за полутора два часа даже муж ну там два два с половина часа примерно у меня он полностью выливается не торопясь на мой на мою так домой так скажем парник с перцами причем в отличие когда я подсоединял насос у меня в центре парника была лужа а сама грядка была суховато сейчас такого нету потому что все прокапывается такими небольшими дозами соответственно небольшие дозы не дают там размываться и так далее и впитываясь в боемость получается больше вот что касаемо двух вариантов то есть я для себя выбрал вот этот вариант но если у вас вода более-менее такого нормального качества почему бы не применить и вот этот то есть разница здесь получается незначительная по монтажу я скажу вам что тот что другой вариант собственно говоря займет столько же время здесь кстати немножечко может побольше что вы будете просверливать отверстие еще что что хочу сказать может когда-то и говорил когда монтируете трубу делайте ее одной из полосок верхней части то есть вам удобно будет по вот этой полоски ориентироваться но сверлить и обычным сверлом хотите по дереву по дереву кстати лучше концентрируется лучше либо по металлу то есть здесь уже смотрите как вам удобнее там шуруповер дрели так далее так далее то и собственно говоря вот это была теоретическая часть сейчас про переходим практически часть части то и всем интересно как этот моя любимая поговорка гладко было на бумаге но забыли про враги а теперь посмотрим что вышло на практике и как данная система себя ведет спасибо за внимание скачиваете подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки я буду только вам благодарен с вами был дачный сазонт я сазона владимир